Инсульт – это нарушение кровообращения в головном мозге, которое вызывает закупорка или разрыв сосудов. Инсульт приводит к пролечу конечности, нарушению речи, проблемам с памятью и инвалидности. Смертность от него – одна из самых высоких в мире. На ее долю приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч человек. Мужчин чаще встречается, и мужчин более молодого возраста, чем женщины. Женщины более пожилые. Видимо, у мужчины, у них тут факт террористский инсульт, тут больше курящих мужчин, курение как один из самых явных рефакторов риска алкоголя, курения. Кроме того, женщины к себе более внимательны. Чаще, чем мужчины, следят за давлением, посещают врачей и следуют их рекомендациям. Также острым нарушением мозгового кровообращения подвержены пациенты с хроническими заболеваниями, с сахарным диабетом, гипертонией. При инсульте счет идет буквально на часы. Если точнее, то у такого пациента есть 4,5 часа. В течение этого времени медики могут провести тромбоэлитическую терапию. Тогда шансов на восстановление больше. Опасность инсульта в том, что сам человек зачастую не может понять, что с ним происходит, и вызвать скорую. Приходится рассчитывать только на помощь тех, кто рядом. Слабость в одной из половин тела. То есть правая рука или правая нога, левая рука, левая нога. Значит, у человека может нарушиться речь. Если с ним кто-то близко находится, и пациент пытается сказать какие-то слова, он, как правило, их правильно не скажет. У него будет, так скажем, заплетаться язык. Также может возникнуть онемение в одной половине лица, головокружение, шаткость походки. Пациенты с инсультом попадают либо в реанимацию, либо в первичное сосудистое отделение, где также есть реанимационные палаты. Там они несколько дней находятся под круглосуточным наблюдением. Затем, если состояние больного стабильное, его переводят в общую палату в ПСО. И проходит около двух недель. Если есть показания для перевода в российский сосудистый центр, который у нас находится в Нижнем Новгороде на базе больницы Симашко и 13-й больницы, то есть либо туда, либо туда, тогда мы переводим пациента туда для лечения. То есть либо это оперативное лечение, нейрохирургическая помощь. Если оперативного лечения не требуется, пациента отправляют на реабилитацию. Она включает в себя занятия на восстановление сил конечностей речи. Это продолжительный процесс. Самыми плодотворными считаются первые три месяца. Как рассказал Виктор Левшаков, в городе в последние годы существенно снизилась летальность от инсульта. Во-первых, в КБ-50 сейчас есть современное оборудование, которое позволяет выявлять даже небольшие очаги и точно диагностировать инсульт. Мы их госпитализируем с подозрением. То есть наблюдаем. У человека все жалобы прошли, которые у него были дома. Вроде бы как бывает такое, как транзиторная атака. То есть это по-простому прединсультное состояние, когда инсульт не развивается и все симптомы проходят в первые 24 часа. Например, рука ослабла, но за 24 часа она восстановилась. Но тем не менее, на МРТ у этих людей иногда появляются микроинсульты, то есть лаконарные маленькие очишки. После перенесенного инсульта человеку рекомендуют периодически проходить курсы лечения, не пренебрегать назначениями врача, отказаться от курения и алкоголя, больше двигаться и быть внимательными к своему организму. Екатерина Пенова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.